друзья мои приветствую вас на своем канале вообще что хочу сказать продолжаем мы наше путешествие владивосток питер на весь вот в этом месте это город торжок город торжок и это у нас тверская область по-прежнему напоминаю кто на канал не подписан подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии друзья ну что хочу сказать небольшая 5 небольшая 5 проблемка ну не проблемка такой как казус на большой вышел оказалось у нас в чем заключается вы-то конечно ничего это не заметите так фаворит успех вот эти вот магазины различные вы это конечно же ничего не заметите не увидите но было такое только что буквально так что зачем я сюда заехал в общем начал я записывать ролик сегодняшний наверное где-то минут может быть 15 уже записал и обнаружил интересную особенность так восьмерка торговый центр вот такой вот у нас торговый центр я обнаружил такую вот особенность в общем без звука я начал начал записывать поэтому придется сейчас перезаписать ну что бывает такое бывает и такое что поделаешь так вот такой вот виадук у нас ну достаточно такой большой виадук нормальный в общем начал записывать и получилось так что без звука записал ну естественно решил перезаписать как бы чтобы чтобы как бы все вы увидели я смотрел немножко чуть по-другому короче поеду чем я в прошлый раз ехал как бы я уже немного и не помню как поехали так вот такие вот гаражи гаражный кооператив вот пожалуйста вот тут даже видите а вот тут даже ворота закрыта то есть чтобы никто не заезжал посторонний ну а где-то правильно это я считаю правильно вот это вполне вполне правильно так сейчас посмотрим вот эту часть а часть города неплохо так все в целом как бы я уже портут раз посмотрел какую-то часть ну примерно все то же самое конечно вот это вот вот это вот трава утра растет но но это семена просто семена попадают вот и растут как бы очень часто такое бывает так давайте чуть-чуть вот так вот пропустим блин это это печаль и вот это вот конечно печаль и вот это вот ну хоть многие говорят что-то показываешь но что тут не показывать но видите сами тут даже стекло по моему разбито ну блин печаль просто печаль вот это вот все наблюдать вот вот другое дело вот такие вот домики да вот тут еще показано не построен ну а вот здесь уже когда мы строили или не здесь а нет не здесь но видно что вот это вот уже новый новый дом построили вот новый дом он и есть новый дом что про него рассказывать то как бы дом и дом дом вот такая вот вот такая вот церковь или это не церковь это храм наверно давайте глянем а ильинская церковь а ильинская церковь да и вот такая вот колокольня ну так он тоже печальным состоянием и не знаю может быть и уже отреставрировали к этому моменту но пока вот так вот она выглядит не совсем прям все идеально так сейчас мы немножко немножко проедем посмотрим тут что у нас ну такие вот домики вот где-то еще поддерживается их состояние где-то не совсем река твердца да вот такая речка так вот он мост но прежде чем прежде чем выбраться на этот мост и ехать по нему предлагаю все таки съездить проехать тут наверное не получится давайте вот так вот мы перейдем предлагаю проехать эту часть набережной прошлый раз мы по ней уже ехали но вы этого конечно не видели вы этого не видели но я думаю стоит показать в общем вот так вот все тут такая красивая так сделано выложено да вот эту часть видно что вот это еще заброшено тут уже прям видно все новенькая крыша все сделали вот это нормально но вот эта часть это за нами собака бежит наверное да но вот это конечно пристройку или что это такое я даже не знаю как это назвать правильно в общем вот такая вот набережная заброшка вот это уже точно я думаю снесено должны были снести по идее хотя бывает что и такие здания остаются и не сносит их никто это уже достаточно длительное время ну вот так вот вот так вот все выглядит как бы не хочу сказать что прям все плохо но и как бы не супер супер но все равно как бы можно люди живут и так и нормально живут вот красивый дом например что хороший в принципе женщина с коляской ребенком так давайте наверно выбираться отсюда арбузы он продают дыни в принципе как и должно быть да мне вот тут тоже написали комментарии уже неоднократно так пишут и говорят и зачем я это вот это все снимаю это же не интересно ну как бы это не полезный контент ну типа не так зачем я это все снимаю трачу свое время впустую вот это вот вот это вот все делаю ну блин я ответил что как бы это если так посудить то тут любое кто выкладываете видео просто тратит время свое ну и тут мне конечно же человек ответил на комментарии написал что ну как бы все все это да не все кто-то делает полезный контент так река тверца тверца вот она такая вот речка кто-то делает полезный контент ну а ты делаешь типа не полезный контент так секундочку давайте здесь становимся здесь спаса преображенский собор ну то тут на данный момент он на реконструкции вот а выглядел он вообще вот так вот ну в принципе вполне неплохо да и сейчас я думаю сейчас его чуть-чуть подриктуют и он будет еще лучше выглянуть хотя может уже уже сделали я надеюсь что мы посмотрим может быть какие-то более поздние фотографии вот мы увидим вот в общем так давайте сейчас нам в эту сторону в общем мне мне как бы сказали что типа контент не полезный вот люди снимают там про и одно дело про ремонт там какое-то про строительство можно что-то посмотреть подчеркнуть для себя ну и опять же отвечаю что друзья полезный контент не полезный контент так памятник вот такой памятник это у нас по моему ефрему новоторжескому ефрему новоторжескому памятник вот как бы хочу сказать что этот контент я не считаю что он не полезен может для кого-то он не полезный например для меня он полезный как бы постоянно что-то новое узнаешь какое-то название тех же рек которых ты точно бы никогда не увидел ну и не узнал бы даже что они есть название название районов каких-нибудь стелл таблички интересные места посмотреть даже просто по карте вот все равно для общего развития как бы ну я считаю что это очень очень здорово вот и то что он не полезный и абсолютно не согласен как бы ну кому не полезный как бы ух какая-то часовенка можно посмотреть что за объект церковь вознесение господня что вот это вот такая а нет вот она вот она так а можно ли глянуть может быть а так блин ну и тут какие-то ремонтно-восстановительные работы конечно но прям не очень ну ладно что я надеюсь что сейчас к этому времени все уже готово все уже сделали так а мы куда-то поехали не в ту сторону ну давайте знаете как сделаем давайте сейчас мы развернемся чтобы не блудить вот и поедем уже вот сюда да посмотрим вот эту часть в принципе я не хочу сказать что он полезный и не полезный для меня он полезный если бы он был для меня не полезный бы не полезный я бы не не снимал бы его поэтому для тех кому кто он кому он полезен мой контент ну вам отдельная благодарочка что смотрите меня ну кто кому не полезен но друзья никого не принудительно не заставляю уже не раз об этом говорил и еще скажу принудительно никого не заставляю смотреть так так опять мы куда-то начинаем убежать нам надо вообще в другую сторону нам надо в другую сторону нам надо в другую сторону как нам бы тут не заблудиться мы сейчас нам в ту сторону надо ехать так ладно давайте в обраточку поедем тут мы уже в принципе были а а тут можно проехать до как туда нельзя но можно сюда можно вот сюда да хорош такой небольшой городок можно посмотреть что вообще как здесь а воду набирает до питьевую воду набирает так ну тут конечно делают крышу такой ремонт либо что-то настраивают уже еще мы едем опять же не в ту сторону ну как же так всегда мы едем не туда куда нам нужно давайте-ка наверное что так давайте наверное выберем выберемся сейчас вот мы отсюда уже на вот так потому что мы тут уже были так вот здесь гаражный кооператив вот такие вот гаражи стоят вот 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 recuerда на как теперь кино так так но это мы едем мне тут на улице он едет там на лежает шумит на своем автомобиле так можно и здесь проехать как бы можно здесь проехать так вот тут весь забор вокруг на подпорках вот на таких к сожалению убрать и забор упадет может быть кто-то это и сделаю уже эти так делать не надо так так ну давайте вот тут еще проедем посмотрим кстати вот эти телефоны так и висят некоторых местах даже сейчас еще есть но ими ими уже давно никто не пользуется блин ну тут прям целую свалку создали на целая свалка не убирается ничего крысы все это тут ну блин никому ничего не нужно нет бы сделать нормальную мусорку берегись автомобиля берегись автомобиля прям как у из фильма фразу копировали вот так вот так в общем вот еще одна мусорка ну мусорки пустые зато здесь мусора полно ну да просто жесть так ну так матрасу нам пока не надо на трассу нам пока не надо поедем наверное чуть-чуть поедем наверно сейчас вот здесь вот повернем и еще немножко посмотрим на мост другую сторону будет ехать нам в другую сторону давайте здесь посмотрим принципе не принципиально так вот опять вот опять идет идет строительство полным ходом куча строительных лесов дом делают так а тут прям какой-то куча куча а это что это школьники смотрите такие типа нас снимают в ра ну прикольно попали дети на камеру на карту точнее так ну давай не глючит давайте посмотрим куда нам тут нужно ехать нам вообще но вообще наверно вон туда поэтому поэтому что блин давай сюда что лидить петля и мы с вами по вот такому ух ты кто-то такие кто-то такие девушки такие так и вот опять мы приехали это у нас уже покровская покровская церковь единая покровская единоверческая церковь вот такая вот памятник архитектуры но не знаю что это или что это или делают ее восстанавливают надеюсь что восстанавливают так давайте вот сюда переедем и уже поедем в том направлении вон туда тут опять но это какие-то цеха может завод был или что в какой-то может еще что-то здесь было здорово конечно вот тут прям совсем убитая я сказал бы очень убитая вот карта опять начинаем глючить ну как обычно это все происходит вот ну давайте мы все таки проедем посмотрим я все таки надеюсь мы едем правильным в правильном направлении так чтобы нам не заблудиться так ну вот два пути вот потому наверное нет скорее всего наверное давайте все таки знаете что я сейчас доеду сначала до улице дзержинского ну вот тут сейчас будет поворот блин а у нас через заправку тянет блин ну хорош 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 вот я наверное сейчас вот доеду до улицы дзержинского она такая крупная и уже по ней посмотрим ну тут уже такие большие дома вошли крупные раз два три 4 5 6 7 8 9 этажей ну это уже более такая часть города там где мы ехали в начале да так но по-прежнему река отвертца отвертца да вот такая вот речка так так нам чуть-чуть еще вперед елки-палки то что им никак не можем вы это нормально да вот сюда же ведь блин ну вот вот сюда главную основную улицу выезжаем так и поехали поехали ух такие коттеджи не дома блин большие классные то тут явно не надо ни на одного хозяина дом мне кажется так ведь на крыш конечно вот такая мне не очень нравится ну все равно это даже лучше лучше блин чем даже лучше вот это ну здесь вот сами видите практически сразу чердак идет не чердак а крыша никаких тех этажей раньше и в помине не было то что вот это вот все да ну какие тех этажей вы что конечно же нет такого не в помине у нас не предусмотрено было так наверное посмотрим куда мы выйдем выезжаем мы видим из города но прежде чем мы выйдем из города мы еще посмотрим достопримечательности фотографии так как у нас город все-таки небольшой я думаю мы сможем сделать в одной серии не растягивать ее на две ну а там посмотрим 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 так так ну давайте доедем до до поворота и уже посмотрим правильно ли мы ехали вот как раз вот тут вот вот этот разворот вот такая вот стелла маха вон оно что это стелла города торжок вот торжок вот такая вот стелла вот так она вот выглядит ну неплохо неплохо так друзья ну что давайте перейдем надеюсь мы правильно все таки поехали да мы поехали правильно там еще впереди нам ехать и ехать но давайте смотреть фотографии но прежде чем мы это сделаем напоминаю кто не подписан на канал подписывайтесь поставьте лайк напишите интересный комментарий так так блин ну вот блин ну вот что он не хочет на торжок смотри ладно давайте сейчас сначала сюда блин ну вот скотина что делает ладно давайте вот сюда вернемся ну поставь ты уже карту вот блин сейчас исправим что мне интернет пропал по ходу блин ну по ходу да по ходу пропал интернет временно ладно возвращаемся и уже надеюсь сейчас все будет нормально так торжок ну давайте смотреть сначала общие фотографии так ну так вот принципе красиво неплохо вполне так вот принципе красиво неплохо вполне так это отдельно посмотрим еще каждой фотографии каждую длительные какие вот не так много поэтому мы их я думаю быстро посмотрим давайте все-таки начнем отсюда самые такие значимые объекты районный дом культуры но тут ничего нету поэтому не будем на него особо внимание заострять так торжок ски золотошвей музей золотого шитья музей золотого шитья тоже красиво конечно вот это все сделано ух аж прям глаза разбежались честно скажу традиции духа блин сильный ветер пошел поднимается за окном санкт-петербург пролетарии всех стран соединяйтесь вот так отель и спа старая мская отель вот такой вот отельчик сделан да этот раз ты уже у нас двигаться нам дальше потому что еще намного посмотреть предстоит но не так много но предстоит торжокский молочный комбинат ну тут давайте глянем вот даже есть видео эфир торжок вот так а можем посмотреть завод полиграфических красок нет а нет можем завод полиграфических красок торжокский ну некоторые фотографии не хотят появляться а это что такое ну в общем понятно в общем понятно это все он сайта ржок станция торжок на железке можно сюда доехать вы блин вот это ужас конечно ленин ну ленин понятно куда же без него в общем как то так можно посмотреть еще гостиница торжок блин вот в таком вот состоянии это кстати май 24 свежая фотка относительно здание вот в таком состоянии находится я бы сказал очень ужасно отель торжок да так давайте перейдем теперь на стен на этот берег и тут посмотрим несколько объектов интересных ну во первых церковь вознесения господня глянем так и и и и и Так, храм Тихвинской иконы Божьей Матери. Вот. Это миниатюра его. Так, это мы уже посмотрели. Ну, теперь давайте глянем вот тут несколько объектов. Один среди них это Новоторжокский Борисоглебский монастырь. А это вот это, которое было в здании в таком вот плачевном состоянии. Ну, реально, блин, ну... Ну, вот тут хорошее. А это вообще ужас. Кошмар. Ну, памятники, памятники архитектуры, как бы, ну, все равно, как вы сделаете, наведите немножко их, приведите их в чувство, можно же это сделать. Наоборот, не просят же разрушать. А можно же подшаманить, ну, подкрасить, все-таки... Вот. Так, часовня, успение Пресвятой Богородицы, часовня, часовня, посмотрим, тоже на в таком он состоянии, конечно. Ну... Памятники архитектуры... Ну, в общем, как-то так. Вот так вот. Так, Свечная башня. Посмотрим. У них много таких объектов, прям, интересных. Посмотреть. Свечная башня. Интересное название такое. Тоже... В таком... В таком... Состояние, прям... колокольня надвратная церковью паса нерукотворного образа да и конструкции конечно не требует а прямо очень так вот опять в видео но и опять же повторюсь если вдруг это будет противоправная запрещенная музыка мы ее выключим не звук точно уберем потому что сами понимаете придется это все сразу вырезать так что посмотрим просто так ну это видимо кто-то дрон запускал ну как бы 2018 год я думаю тут момент это не было запрещенное как например сейчас но знаете по каким причинам хотя может не везде запрещенная там же в каждом регионе по-своему так у нас например в нашем регионе запрещено пускать трон и сейчас церковь благовещение пресвятой гонародицы блин сколько уже объектов интересных здесь хочется конечно все посмотреть но возможно мы не успеем все глянуть иначе видео опять затянется так новоторжокский кремль но это мы конечно же посмотрим она вата новоторжский кремль тверская область вот так вот достаточно такая немаленькая тверская область а так памятник ефрему новоторж новоторж скому ну опять музыка которую скорее всего нам скажут убрать поэтому смотрим смотрим так ну видно какой-то святой ну видно какой-то святой видите крест ему памятник посвящен ну да здесь будет установлен памятником памятник преподобному ефрему новоторж торж скому на это был в 2016 году а вот так вот в двадцать первом он выглядит относительно недавно ему установили памятник так ну и что набережная тверцы это мы уже по моему смотрели ну хотя и может быть и нет и зимой и летом а а а а а а а а а в общем-то вот так а а отской дом культуры нет фотографий и все-таки дадут нам не два часа два будет два музея посмотрим обязательно наверное не будет мы посмотрим во всероссийский историко-этнографический музей наш портрет сталина по моему висел ой блин ужас вот тут конечно когда вот это вот все видишь это прям совсем отвращение дает отдел дом россии еще продолжение но уже отдел дом россии тоже музей самовары куда же без них ну вот так вот так воскресенский монастырь мы его смотрели с вами вроде бы да или нет нет по моему не смотрели нет не смотрели давайте глянем не помню вот я вот если что ничего страшного еще раз посмотрим что-то я не помню чтобы вот это вот это точно не было прям блин такие голубки сидят о чем они сидят там понятно на какой-то этой не было такого не было это мы с вами не видели это точно воскресенский девичий монастырь 16 века вот тоже такой памятник дом гончара или дом гончара гончара так это живые так это живые или нет да не живые живые люди это сначала я не понял думаю я сначала подумал ну типа манекен и то есть ammos ментаю выроизведение выручить здесь дом гончара антимный вот даже и ннн как и п.п. есть то есть организация такая не по шка точно с 10 до 18 без перерывов выходной понедельник это как она прял канатом называют называется называлась точнее что-то типа того вот так вот в общем что еще можно посмотреть что мы не глянули и не увидели из таких основных объектов ну тут конечно очень много центральная городская библиотека ну тут нет фотографий покровская единоверческая церковь так и и мы с вами проезжали до его с вами проезжали и и и и так ну что в принципе основные все эти мы посмотрели ну опять же город понятно что не весь тут еще прям очень много объектов которые можно посмотреть давайте еще пару объектов вот вот покровский источник посмотрим и освещенный еще один освещенный источник и наверное на этом все в общем то вот так так и освещенный источник честь покрова богородицы еще два две фотографии вот таких вот ну в общем то вот так возвращаемся когда мы уже на нашу на нашу дорогу ну или хотя бы знаете что давайте может быть михайлова архангельский храм кто-то мы точно не смотрели давайте его еще посмотрим и уже потом будем наверно с вами завершать сегодняшнее видео вот так собственно что собственно возвращаемся мы на нашу дорогу вот она она у нас да вот она наша дорога и и уже в следующей серии продолжим до следующей серии уже продолжим вот еще путь нам не близки предстоит так что все увидим уже чуть позже поэтому подписан напоминаю на канал подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всем приятного просмотра увидимся до скорого всем удачи всем пока